всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду до переезда в испанию я считал себя охотником и даже выбирался неоднократно на охоту из меня конечно охотник так себе но я и утку бил и вальчнипа и кабанат добывал и даже лося если с уткой понятно что делать тот с лосями обычно у нас происходило так в нашей команде мы выезжали на загонную охоту группы там 8 12 иногда 15 человек и за выезд добывали одного-двух лосей в результате на каждого приходилось по 15-20 иногда по 30 килограммов мяса представляете а у дичь есть такая особенность во первых мясо гораздо более жестко чем у домашнего животного во вторых она имеет такой специфический привкус ну разница между дичью и домашним животным по вкусу наверное такая же как между лесной земляникой и садовой клубникой так вот за время своей охотничьей жизни я подобрал и настроил под себя несколько рецептов которые недостатки дичи скрывают а достоинства наоборот подчеркивают и сегодня хочу показать рецепт который отлично подходит для дичи охотничьи колбаски это просто чума ну кстати совершенно не обязательно готовить именно из дичи если у вас нет такой возможности как у меня здесь в испании берите смело говядину и свинину тоже будет очень даже хорошо так что братья охотники спокойно можете брать сегодняшнюю рецептуру на вооружение ну так для колбасок понадобится лосятина кабанятина и свиной сал с хребта ну и приправы тмин чеснок под копченая паприка ямайский перец это который душистый горошек называют для баринадов обычно используют этот кадр из вчера и вчера же я это мясо превратил фарш покажу как а сегодня он выглядит вот так смотрите уже созрел сейчас переложу в колбасный шприц и пока этим займусь вы можете посмотреть процесс фарша составления при это вчера собственно фарш нам предстоит составить простейший мясо нарезать брусочками для мясорубки как вам удобнее самый предварительно морозил нарезать его буду вручную мелким кубиком пропускать через мясорубку категорически не советую она размажется по фаршу и рисунка не будет вообще а теперь мясо надо пропустить через мясорубку поехали я установил самую крупную решетку за имеющихся у меня это 8 миллиметров теперь вымешивание фарш отправляется соль поваренная соль нитритная чеснок гранулированный тмин душистый перец и немного подкорченные папки случае с колбасой из дичи практически обязательно добавить пищевых фосфатов примерно 2 грамма на килограмм фарша вы не положь дело в том что фосфаты в мышцах животного мышцах человека присутствуют это практически батарейка именно эти молекулы организм тратит в первую очередь при появлении физической нагрузки похоже вымесил все так вот плащей не всегда забывали загонной охотой то есть перед добычей лось успел как следует побегать а значит потратить самые запасы от и бычок-то на бойне как правило никуда не бегает перед забоем поэтому у дикого животного гарантированно фосфатов меньше а значит ладьго удерживающая способность мяса у дикого животного тоже ниже и вот в таком видео беру этот фарш в холодильник до завтра да так я вчера не договорил росло все свои фосфаты потратил виде молекулы тф да и кабан тоже значит там нужно поднять их уровень до необходимого где купить ну я же не знаю где вы живете набирайте в интернете пищевой фосфат купить и подбирайте удобный для себя вариант пока вы изучали процесс фарша составления я успел подготовиться и шприц стоит кстати обзор его был на канале если кому-то интересно вот щелкните посмотрите и баранечрева замочена у нас кстати тоже кабаны водятся сейчас набью колбаски пойдем на улицу их коптить и покажу заросли где находятся их тропы тут в округе вообще толпы диких кроликов и кабаны в чем кабанов так много что не то и дело на глаза попадаются это живем маленьком поселочке на горе и сразу за забором начинаются очень густые заросли астралиста и вот никто кабаны тропой протоптали буквально двух метрах от забора ночью хрюкают моя колбаска на 2 перекрутить так вот передавливаю и вот эту в эту сторону вот этого обратно и эту опять сюда ну что пойдем на улицу так вот моя коптильня процесс ее сборки я показывал отдельном ролике если пропустили если вам это интересно вот щелкайте смотрите дымогенератор запалил маску подвешу и кстати важный момент для придания колбасе именно охотничьего аромата положу в опилке несколько ягод можжевельника и листик лавра и это ключевое отличие этого рецепта колбаски охотничьи от того которые можете купить в магазине но кроме того что для этого рецепта лучше конечно использовать дичь но как я уже говорил из говядины свиньи тоже будет очень вкусно а теперь надо выставить температуру 80 градусов потому что колбаса будет одновременно и коптится и варится в колбасном производстве любая термообработка называется варкой и в коптильной камере и в духовке и в воде все процесс пошел до нас для контроля еще термометр в колбаску загнать потому что процесс завершится тогда когда температура внутри достигнет 70 градусов да как я же вам обещал заросли показать где кабаны топчутся нам туда я тут историю за разряда охотничек баек вспомнил сейчас дойдем до места где у нас кабаны шли хотя вам покажу и баечку это тоже расскажу вот за этим забором вот буквально вот забором за кустами вот здесь они шляются конкретно по вот этим вот кустам колючим здесь ножками это пройти крайне сложно все одежду эти колючки раздерут здесь постоянно слышен собачий лайк кстати бегают собаки тоже гоняют то ли кроликов только банов не знаю вот на склонах этой горы да я вам охотничью байку обещал рассказываю был у меня приятель вместе в институте учились он азербайджанец жил рос пока не по его рассказам в каком-то горном ауле и вот был у них в ауле один охотник очень классный охотник уходил там на неделю то и на две в горы безобычный возвращался и как-то прибегает под утро в аул весь сплошеный есть трясущийся и рассказывает что он ночью ночевал на дереве остался в горах стал не стал возвращаться в этот аул забрался на всякий случай на дикую грушу там сады были заброшенный аул вот он на такую грушу одичавшую забрался ночевать и среди ночи просыпается от того что рядом слышит какой-то шорох ну вот он ремнем перемотался к веткам она же колючая такая груша вот и он начинает высматриваться в этом лунном свете и видит рядом медведя у него все опустилось щас короче заломает его медведь а медведь не обращая внимание этого охотника грушу срывает срывает и протягивает ее охотнику а второй речь , пропал молчит этот самый медведь подождал подождал съел грушу следующую срывает опять охотнику протягивает охотник опять молчит и ведь трясется Медведь подождал, 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 берет грушу, съел, опять срывает грушу, опять просегивает ее охотнику. У того, наконец-таки, прорезался дар речи, он говорит, спасибо, не хочу. Медведь как шахнет от него с дерева кубарем свалился, а охотник разодрал на себе этот ремень, и кубарь в другую сторону бегом до аула. Ну, естественно, никто не поверил, наспех его подняли, но он был очень убедителен, и пошли, собственно говоря, мужики толпой, вооружились все. Оружьем. Пришли, и недалеко от груши нашли этого медведя. Ну, и когда его уже разделали, шкуру обнаружили, что у того разрыв сердца был. Пришли к выводу, что медведь посреди ночи забрался на грушу, полакомиться грушей, охотника не заметил, не знаю, как-то ее не учуял. Грушу срывал, и из кустов вот этих самых из веток на лунный свет протягивал, чтобы посмотреть, не гнилая ли. Ну, а когда охотник поразил со своим голосом, медведь со страху говорит, у них сердце слабое, и гникнулся. Вот так. Не знаю, насколько можно этой байке верить. Кстати, я за свою охотничью, так сказать, эпопею неоднократно попадал в ситуацию, когда прямо на меня выходил зверь, и он меня не видел, хотя я без всяких масхалатов стоял, то есть то лось набегал, останавливался буквально в 4-3 метрах от меня, ну, молодой лосенок, я ружье скидывал, тормозит, то как-то с приятелями на кабана, на засидку. Чистое поле, из палок собрана такая, типа, лестница-стремянка, я на нее поднялся, она в метрах 3,5-4 от земли, буквально, наверное, недалеко куча гнилой картошки лежит, и вот время часов в 5-6 вечера, солнце еще светит осенью, и кабаны выходят, целая толпа. Галдят, перехрюкиваются, едят, на меня вообще внимания не обращают, вот стрелял буквально метров с 10, никаких кустов, ничего. Лисы на меня набегали тоже, останавливались буквально вот так вот в 2 метрах, когда я пошевелюсь. Вот, и так вот бывает. Ладно, я заболтался, короче, пойдем смотреть, что у нас там в камтилине творится. Ну что, все у меня готово. Скажите, кстати говоря, напишите под видео, стоит мне еще повторять такие ролики с охотничьими байками. Вот такие колбаски у меня получились. Коптились они в общей сложности, наверное, почти 2,5 часа. Так как процесс приготовления завершился, можно немного расслабиться и снять пробу. Ну все, как на охоте. Отохотились, можно, так сказать, отдохнуть. Немного выпить. И поделиться впечатлениями об охоте, об удавшихся, неудавшихся выстрелах. Давайте посмотрим, что же у меня здесь получилось. Ну-ка, скажем, вот эту вот. Конечно, им надо дать остыть, но уже не терпится. Вот, смотрите, какой срез. Смотрите, какая прелесть. Цвет отличный. Аромат? Аромат тоже. Это сказка. Очень легкий аромат дымка. Присутствует такой запах можжевельника, тонкий-тонкий. А лавровый лист почти не чувствуется. Это на уровне угадайки. Просто сказка. Этот вкус, этот запах дымка очень сильно как раз-таки напоминает мне вот эти вот охотничьи посиделки по завершении тяжелого... Ну, не тяжелого, но дня, после которого устаешь. Вот правильно говорят, что виски не надо закусывать. Но, друзья мои, хорошие напитки в принципе не надо закусывать. Их надо сочетать. Безусловно, сочетания у всех разные. Кому-то нравится сочетание famous graus с шоколадом, кому-то с сухофруктами. Но для меня этот вкус, наверное, наиболее хорошо сочетается с воспоминаниями об охотах, о встречах с друзьями, о посиделках в лесу с дымком, с ароматом как раз-таки таких колбасок подкопченных, которые я забыловременно с предыдущей охоты приготовил, подкоптил и притащил с собой в лес. Да, получился вечер воспоминаний. А вы, кстати, знаете, что этот виски официально поставляется ко двору ее величества королевы? Это статус, между прочим. Ну, впрочем, я заболтался, на это надо завершать. Огромное спасибо, что досмотрели. Я надеюсь, что под этим видео вы напишите свои любимые сочетания по продуктам и по виске, посоветуйте что-нибудь, быть может. Отдельное огромное спасибо тем из вас, кто ставит репосты этого видео, ставит лайки и дизлайки. Огромное спасибо за компанию. И да, не забудьте написать, стоит ли мне еще какой-нибудь рецепт повторить с охотничьей байкой. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!